И мы начинаем новый формат мероприятий, серию мероприятий дискуссионного клуба BeVenture, где вы, уважаемые, активные и вовлеченные участники венчурной экосистемы в Беларуси, вместе с нами мы будем думать о том, как развивать венчурное инвестирование, финансирование в нашей стране. Серия мероприятий BeVenture проходит в рамках проекта Adventure, в начале которого было объявлено в прошлом году здесь, в бизнес-клубе Имагуру. Группа компании Белбис реализует этот проект при поддержке агентства США по международному развитию и в партнерстве со многими компаниями, белорусскими и международными компаниями. И для начала я бы хотела дать слово менеджеру проектов агентства США по международному развитию Анастасии Гламботской. Она бы хотела поприветствовать сегодняшних гостей. Анастасия, пожалуйста. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Еще раз хочу поприветствовать вас от имени USAID, агентства США по международному развитию. Мы очень рады, что наш совместный проект с группой компании Белбис и другими партнерами постепенно набирает обороты. И что именно сегодня мы запускаем серию площадок для частного государственного диалога по развитию индустрии венчурного финансирования в Беларуси. Мы совместно с очень многими белорусскими партнерами уже работали по развитию стартапов в Беларуси. Это и школа предпринимательства Токминск, и стартап-школа в регионах, конкурсы предпринимательских идей, хакатоны, мастер-классы, национальные площадки, такие как Всемирная неделя предпринимательства, Venture Day. Все это носило и наш бренд, в том числе, за что мы горды. Конечно же, общеизвестно, что доступ к финансированию является ключевым барьером к развитию бизнеса. Именно поэтому мы будем работать над тем, чтобы помочь Беларуси развить венчурный рынок. И, соответственно, вовлечь всех игроков экосистемы в то, чтобы совместно решать назревшие проблемы в белорусской экономике. Мы хотим развивать и стартапы, и венчурный рынок для того, чтобы помочь Беларуси поддержать развитие инновационных секторов и увеличить их роль в экономике. Позвольте мне завершить очень краткое приветствие тем, чтобы пожелать вам плодотворной дискуссии, но также совместной и очень успешной работы в этом и следующих проектах. Спасибо. Спасибо большое, Анастасия. Итак, в формате BeVenture дискуссионного клуба мы будем собираться и приглашать вас, уважаемые участники, каждый месяц в бизнес-клубе «Имагуру» объявлять тему, которая поможет нам найти выходы, найти шаги, по которым мы можем развивать венчурную экосистему в Беларуси. Мы будем приглашать интересных спикеров, местных и различных игроков из других стран. И самое главное, что для этой дискуссии очень важен открытый диалог. Поэтому каждый, кто присутствует здесь сегодня в бизнес-клубе «Имагуру», кто смотрит нас онлайн, должен и может задавать вопросы, высказывать свое мнение вокруг различных аспектов развития венчурной экосистемы в Беларуси. Итак, сегодняшняя тема нашей встречи – это «Нужны ли изменения или, как мы назвали, апгрейд законодательства Беларуси для дальнейшего развития венчурного финансирования в стране?» И я с удовольствием приглашу на сцену сегодняшних спикеров. Наталья Никандрова, она уже присоединилась к нам? Еще нет, да, но она буквально с минуты на минуту к нам присоединится. Денис Олейников, старший юридический партнер фирмы «Олейников и партнеры», адвокат. Пожалуйста, присаживайтесь. И сегодня с нами по скайпу можно вывести на экран Артем Карапетов, доктор юридических наук, директор юридического института М.Логос и профессор высшей школы экономики. Артем, вы нас слышите? Артем, вы нас слышите? Хорошо? Алло, Артем, вы нас слышите? Так, одну секундочку, мы настроим связь с Артемом, чтобы убедиться, что… Меня слышно, коллеги? Алло. Вероятно, не слышит Артем. Мы можем ли его при… Да, коллеги, помогите, пожалуйста, встретить машину Натальи Некандровой, чтобы она сразу же присоединилась к нам. Видимо, нужно пригласить на парковку. Коллеги, меня слышно? Скажите, пожалуйста. Да, отлично, мы вас очень хорошо слышим. Как вы нас слышите? Вот сейчас хорошо. Вначале было несколько оперирований, а сейчас вроде бы слышно. Здорово, мы вас также хотели поприветствовать. Добрый день, Артем. Спасибо, что вы присоединились к нам. Мы готовы начать дискуссию. Для вас еще раз я представлю наших участников. На сцене вы видите Дениса Олейникова, старшего партнера юридической фирмы Олейников и партнеры. И буквально через минуту к нам присоединится Наталья Некандрова, директор Национального агентства инвестиций и приватизации. И для того, чтобы начать дискуссию, мы бы хотели, безусловно, для первого мероприятия поднять такие вопросы, почему мы вообще задумали открытое обсуждение венчурной экосистемы в стране и как она на сегодняшний день выглядит. Безусловно, венчурное инвестирование и финансирование сегодня является мощным драйвером экономики для многих стран мира. В некоторых развитых странах она занимает существенный вклад в ВВП страны. И особыми ресурсами, которыми должна обладать страна для того, чтобы венчурные инвестиции развивались, это, безусловно, технический талант, человеческие ресурсы, которыми Беларусь обладает, конечно, в полной мере. И для этого есть очень много возможностей для развития венчурной экосистемы. На сегодняшний момент одними из преимуществ экосистемы нашей страны являются как раз-таки развитый или активно развивающийся ICT-сектор, IT-сектор и большое количество университетов технических, которые выпускают каждый год, большое количество специалистов, которые, в общем-то, и вовлекаются в работу и в развитие IT- и ICT-сектора в Беларуси. Кроме того, в Беларуси представлены, наверное, все игроки, экосистемы, которые обычно представлены в разных странах, я имею в виду, и полу-стартапов, то есть из нашей страны, особенно в прошлом году, было объявлено о таких историях успеха. Одну секундочку. Наталья, пожалуйста, можете присоединиться к нам? Да, мы вас очень ждали. Спасибо большое. Итак, еще раз Наталья Никандрова, директор Национального агентства инвестиций и приватизации. Итак, вернемся к обсуждению стартап-экосистемы и экосистемы венчурных инвестиций. Одни из историй успеха прошлого года – это компания «Маскарад», компания «Фаби». До этого мировую стартап-экосистему поразили истории «Вайбер», «World of Tanks», компании «Панда Док», «Трек Дак» и другие истории успехов. Кроме того, в стране в каждом университете созданы инкубаторы по развитию стартапов и предпринимателей. Действует акселератор «Техминска», о котором сегодня уже упоминала Анастасия. Существует инкубатор парка высоких технологий, бизнес-клуб «Имагуру», как площадка, которая является хабом для стартапов и предлагает различные услуги для создания и развития стартапов. Огромное количество мероприятий, где стартапы могут создаваться, то есть хакатоны, учиться, это стартап-школы, инициатива «Стартап-викенд», «Соушел-викенд». Мы проводим несколько крупных конференций для развития стартапов, где стартапы могут познакомиться, создать контакты и развить свою сеть знакомств и партнерств. Это стартап-конференция в рамках Всемирной недели предпринимательства и конференция на английском языке «Venture Day», которая проходит ежегодно в Минске. Что касается сферы венчурного финансирования, ангельского инвестирования, то в прошлом году было объявлено о создании ассоциации «Бизнес-ангелов Беларуси» Бибен. Раньше существовала ассоциация «Бизнес-ангелов Бавин», но годом раньше она объявила о своем закрытии. Кроме того, действуют несколько краудфандинговых площадок, которые также являются активными участниками экосистемы. Хочется заявить о площадке «Улибай», «Талакабай». В общем-то, и прошлый год нам дал очень много новостей о создании всевозможных фондов, венчурных фондов или инвестиционных фондов, в которых разным образом участвуют белорусские создатели или белорусские игроки. Например, «Зуберкапитал» заявила о создании фонда «Зуберкапитал Фонд 1». В прошлом году также было заявлено о создании белорусского российского фонда. Это больше договор между финансовыми структурами о взаимном финансировании инновационных предпринимателей и стартапов. Дальше, в прошлом году также было объявлено о создании белорусско-китайского инвестиционного фонда. Мы слышали о том, что создался фонд «Хаксус» с участием белорусских бизнес-ангелов. В конце прошлого года было объявлено о создании фонда Виктора Прокопения и Михаила Гуцериева «Випи Кэпитал». То есть прошлый год, конечно, знаменовался такими очень яркими анонсами по созданию различных фондов. Они все очень разнообразны и различны. Это только может свидетельствовать о том, что экосистема готова, игроки готовы. И все, что нам нужно вместе, это понять, как дальше эффективно развивать эту экосистему. Для того, чтобы фондов, которые работают в Беларуси, становилось больше, они финансировали больше белорусских стартапов, привлекали международные инвестиции. В общем-то, об этом мы и начнем сегодня беседовать с вами и дискутировать. В первую очередь, вот я охарактеризовала немножко нашу венчурную экосистему. Я бы хотела задать вопрос нашим спикерам, обратиться к ним. Наталья, как вы можете охарактеризовать сегодня экосистему и среду, венчурную среду? Добрый день. Слышно меня, да? Да, хорошо слышно. Ну вот, вы только что сказали о том, что есть такое пожелание, чтобы у нас в стране становилось больше фондов, чтобы система начинала как-то активнее развиваться. Я хочу сказать, что Денис, взявшись за этот проект, вы взяли на себя, поставили себе очень амбициозную задачу. Потому что, чтобы создать в стране такую действующую, реально действующую систему, которая позволяла бы тем изобретениям, которые будут в дальнейшем превращаться в инновации, внедряться в какое-то производство, необходимо еще соблюсти ряд определенных факторов, потому что сегодня, к сожалению, все наши изобретения или все стартапы финансируются в основном западными фондами. То есть, фактически мы продаем мозги на запад. Поэтому для того, чтобы создать такую систему, чтобы эти изобретатели, эти талантливые инженеры, программисты оставались в Беларуси и развивали свои проекты, для этого необходимо очень много факторов. Скажем, если начать рассуждать, скажем, если начать рассуждать с того, что у нас уже создано в этом плане, да? Если говорить о нашем законодательстве, которое сегодня существует, конечно, в этом направлении все знают, что мы продвинулись в рейтинге «Doing Business» на 37-м месте, сейчас я бы сказала или как там посоветовала правительству поставить себе другую амбициозную задачу – войти в 30-ку стран с лучшим уровнем экономической свободы, есть такой рейтинг. Вот если мы попадем в эту 30-ку, тогда можно будет говорить о том, что у нас начнут развиваться в том числе активно и стартапы. В том числе необходимым условием, мне кажется, для развития венчурной среды – это является наличие фондового рынка действующего. Ну и, соответственно, ну вот как на Западе, кто на Западе является основными инвесторами, кто вкладывает деньги в эти фонды, да? Это различные пенсионные фонды, скажем так, страховые компании, в том числе и частные инвесторы, которые таким образом, как говорится, приумножают свои капиталы, которые у них есть. К сожалению, у нас сегодня средний класс, так называемый, либо люди со средним доходом не занимаются сбережением в том понимании, в котором все это понимают на Западе. У нас люди думают о каких-то насущных проблемах, о каких-то, как говорится, ежедневных заботах, то есть что купить, покушать, где найти деньги, чтобы одеться, как это минимально, там съездить в отпуск и так далее. О каких-то сбережениях крупных, которые могли бы в виде каких-то паёв входить в состав этих фондов, к сожалению, речи пока не идёт. Для этого необходимо, как говорится, ещё очень много лет, наверное, для того, чтобы экономика заработала активно. Экосистема, она влияет на много возможностей, для того, чтобы совершенствовать её, но в целом, как вы можете охарактеризовать её состояние? Ну вот на что ещё мне хотелось обратить внимание, что необходимо у меня в состоянии этой экосистемы, да, или венчурной среды. Мы об этом поговорим в будущем. Мы просто смотрели сейчас в интернете, в общем, как выглядели сегодня необъятная экосистема, и какой... Мы находимся только... ...хочется сказать. Та система, которая создана была... ...частная, у нас недостаточно развития... ...по количеством сделок. Причём, часть фондов работает из-за рубежа, то есть это зарубежные фонды, которые работают в Беларуси. Поэтому, если говорить о созданном государством инновационном фонде, к сожалению, государство не даёт права на ошибку принимающим решения, соответственно, так как венчурная... ...достаточно рисковое финансирование, подвержено очень большим рискам, поэтому государство здесь не может играть какую-то главную роль. Конечно, главная роль будет принадлежать частному бизнесу, но государство должно помочь создать эту среду, или помочь создать такие условия для того, чтобы эта среда начала развиваться. Я прощусь к Денису. Да, выбора нет. Денису, вы являетесь основными участниками, скажем, очень активными участниками экосистемы, венчурной экосистемы, вы обсуждали многие громкие сделки с белорусскими стартапами. Как вы можете охарактеризовать влияние венчурной экосистемы? Спасибо, Настя. В первую очередь хочу сказать, что это очень здорово, что у нас появился такой проект. Спасибо USAID за то, что инициировали эту инициативу. Как говорится, мы со многими участниками рынка общались неформально еще до этой инициативы. И на самом деле, на инфраструктурном перевале, в общем-то, снизу, и в многих наших обсуждениях-то... Белбис, что... Работает, работает у меня, нет? Да, большое спасибо Белбис, что вот они взяли и возглавили это дело. Спасибо, что пригласили нас, как главного юридического советника. Надеемся, что мы сделаем что-то в этой части полезное. Что я вижу на сегодняшний день, да? Я вижу на сегодняшний день, что... Я тебе буквально вот не так давно в Имагуру в области... Ну, метап был по АИ. И один из активных участников нашей венчурной экосистемы, как бы, сказал такую вещь, что в Израиле венчурная экономика началась с того, что продали ICQ. И это просто разломало стандартное сознание народа. То есть они поняли, что надо быть не юристами и врачами, да? А они могут делать другое на весь мир за большие деньги и для себя, и для своей страны. И это просто взорвало мозг, с этого началось активное стартап-движение, с этого началось активное развитие экосистемы. И вот нам было сказано, что что-то подобное было у нас, когда продали маскарад. Вот такое ощущение. То есть оно было в венах, оно было в сердцах. И оно, в принципе, остается сейчас у многих людей, у молодых людей, которые работают разработчиками в компаниях парка высоких технологий, да? Это тысячи высококвалифицированных людей. Если завертеть, развернуть сегодня воронку предпринимательства, венчурного предпринимательства, то это потенциальные предприниматели, да? Мы из работников, высококвалифицированных работников, можем сделать предпринимателей, которые создают продукты. Венчурная экономика, венчурная среда, такие точки роста венчурной среды, как на базе имагуру, на базе инкубатора ПВТ, это отличные очаги сформировать альтернативу для этих высококвалифицированных специалистов. Вот это мое видение. На сегодняшний день, на сегодняшний день, мы видим просто как практикующие участники этой среды, мы сопровождаем достаточно много стартапов, мы сопровождаем достаточно много входов, выходов из уже состоявшихся проектов. Мы видим, что есть большой интерес со стороны офлайн бизнеса, в том числе, поучаствовать в венчурной деятельности. То есть вы имеете в виду, что есть потенциал частных инвесторов? Мы видим, что есть потенциал. Возможно, этот потенциал связан не только с тем, что венчурная экономика очень привлекательна. Этот потенциал связан и с тем, что сужаются традиционные рынки. И падает маржинальность на традиционных рынках. И предприниматель... Опять меня не слышно, да? Слышно. Поэтому мы это интересно видим. Мы читаем на курсах инновационного предпринимательства в парке высоких технологий. И мы видим, кто приходит. Приходят не только молодые стартаперы. Приходят бизнесмены, которых мы хорошо знаем по нашим другим практикам. По практике недвижимости. Все более реальными секторами бизнеса. Все, которые хотят понять, что происходит, хотят понять, какие есть альтернативы для развития бизнеса. И это хорошо. Вам, как игроку другого, другой экосистемы, экосистемы России, как вы со своей стороны можете оценить белорусскую экосистему? Как много вы знаете об этой экосистеме? Артем нас слышит? Да, слышу. Да, я еще раз повторю свой вопрос. Вот вам, как игроку экосистемы России, как вы можете оценить экосистему Беларуси? Насколько вы, может быть, детально ознакомлены с ней? И как вы можете в целом ее оценить? Никак. Я все-таки не игрок, а ученый. И знаком с правовой системой, скорее, Российской Федерации. Так что мне трудно оценить, какая у вас среда. Ясно. То есть, в принципе, успехи, скажем, белорусской экосистемы, они больше так понятны и очевидны внутри экосистемы и менее распиарены, так сказать, даже в близлежащей стране. Да, возможно, но я не показатель в данном вопросе, так как не являюсь инвестором и, соответственно, не размещаю специально комфортность делового климата и институциональные условия для ведения инновационного бизнеса в тех или иных странах. Поэтому по мне судить нельзя в данном вопросе. Что-то я вас перестал слышать почему-то. Извините, я вас не слышу. Вы пропали куда-то. Звук пропал. Спасибо большое. Артем, я хотела подытожить то, что мы как раз сейчас и переходим больше к вашей компетенции и хотели бы обсудить правовые аспекты и законодательную базу, в которой сейчас развивается венчурный бизнес и венчурное инвестирование в стране. И, безусловно, нам будет полезно узнать опыт России. Но для начала я бы хотела, чтобы мы остановились на каких-то основных аспектах и структуре законодательной базы, в которой сейчас развиваются венчурные инвестиции. В Беларуси есть закон о государственной инновационной политике и инновационной деятельности в Беларуси. Он должен способствовать развитию частного венчурного финансирования. Подзаконные акты, конечно, в первую очередь сегодня направлены на развитие производства товаров в меньшей степени услуг или работы, или информационных технологий. Для повышения эффективности работы по привлечению иностранных инвестиций в экономику, для сбора предложений от участников рынка и обсуждению реформирования законодательства, в общем-то, обеспечению последовательной государственной политики в изменении законодательства по венчурной инвестиции, был создан консультативный совет по иностранным инвестициям, которого возглавляет премьер-министр Республики Беларусь, а также другие законодательные инициативы, например, при Национальном центре законодательства и правовых исследований, также создана специальная рабочая группа по подготовке аналитического отчета о правовых аспектах совершенствования инвестиционного климата и обеспечения экономической безопасности Беларуси. То есть инициативы работают, законодательная база развивается, но на сегодняшний день, конечно, есть возможности, пробелы или преграды в законодательстве, и если можно, я бы хотела предоставить слово нашим спикерам, в первую очередь Денису Олейникову, чтобы очертить несколько таких моментов, которые связаны с законодательной базой в развитии венчурного инвестирования. Я не уверен, что сразу надо говорить, наверное, о законодательной базе. Коллеги, вам нужно время для того, чтобы... Громко, говорите. Это необходимость для онлайн распространения? Артем, а слышали я? Плохо очень. Плохо, да? Так? Раз, два, три. Так, хорошо. Раз, два, три. Мы обсуждали предварительно с коллегами, в том числе с Артемом, обсуждали, что, скажем, апгрейд или развитие законодательства в области венчурного финансирования не является, к сожалению, единственным и необходимым условием для развития венчурной экосистемы в стране и финансирования как такового. К сожалению, очень много критериев, факторов влияют на этот процесс. И прежде всего, это факторы, я договорю, инвестиционного климата в целом в стране. Поэтому, да, я бы начал, наверное... Я могу поговорить о законодательстве и как я вижу его дальнейшее движение и необходимо или нет регулирование как таковое, прежде всего, в этой части я с удовольствием бы послушал Артема, потому что он участвовал уже в этих процессах в Российской Федерации, да, и многое из того, что мы обсуждаем в частном порядке, да, и хотим сделать в частном порядке, уже было сделано в Российской Федерации, да, опыт интересен. Поэтому я бы начал, наверное, вот с оценки инвестклимата. Я хочу сказать, что наши участники и все пользователи, которые присоединились к нам по интернету, они, возможно, имеют представление о законодательной базе, но хотелось бы его немножко засистематизировать. Можно ли в общих чертах охарактеризовать, какие у нас есть основные, скажем, пехи, аспекты, точки, как характеризуется сегодня законодательная база, для того, чтобы мы последовательно перешли к апгрейду и вот с удовольствием бы послушали нашего спикера из России? Ну, это, смотрите, Настя, какую вы хотите проанализировать законодательную базу? Если в области венчурного финансирования, да, то она весьма, весьма небольшая, да. Ну, давайте я так, скажем, с большего скажу, да. То есть раньше, когда мы разговаривали с предпринимателями, потенциальными инвесторами и спрашивали их, что вы знаете о венчурных инвестициях и о их регулировании в Республике Беларусь? Они говорили, мы ничего не знаем про регулирование венчурных инвестиций в Республике Беларусь. Ну, вот никто не ответил. Сейчас, да. Ничего нет. Вероятные инвестиции, вы знаете, есть определенные законодательные акты, которые, скажем, регулируют деятельность вокруг венчурного финансирования? Когда мы разговариваем сейчас, нам говорят, слушайте, а мы знаем, что в законодательстве Республики Беларусь урегулированы венчурные организации. И нас это беспокоит. Почему беспокоит? У нас действительно есть закон о государственной инновационной политике. Я бы из этого закона сделал пару замечательных цитат. Значит, что такое венчурная организация, согласно закону Республики Беларусь о государственной инновационной политике и инновационной деятельности? Значит, это венчурная организация. Это коммерческая организация, являющаяся субъектом инновационной инфраструктуры, предмет деятельности которой состоит в финансировании инновационной деятельности. Здесь ключевое слово вообще, являющаяся субъектом инновационной инфраструктуры. То есть, если венчурная организация не является субъектом инновационной инфраструктуры, то у нас по закону она как бы и не венчурная организация. Дальше возникает вопрос у предпринимателя. Что значит являющаяся субъектом инновационной инфраструктуры? был принят указ в 2007 году, указ номер один, который утвердил положение о создании субъектов инновационной инфраструктуры. Так вот, согласно указу, юридическое лицо приобретает статус субъекта инновационной инфраструктуры со дня принятия ГКНТ-решения о его регистрации в качестве субъекта инновационной инфраструктуры. То есть по закону получается, что у нас урегулированы венчурные организации, все хорошо, но чтобы быть венчурной организацией, нужно сначала быть зарегистрированной, получить регистрацию в установленном порядке в качестве субъекта инновационной инфраструктуры. Мне неизвестно от ни одной венчурной организации, зарегистрированной в качестве субъекта инновационной инфраструктуры. Возникает вопрос, то ли это, то есть регулирование есть, почему не зарегистрировано ни одной венчурной организации. То ли, наверное, что-то не так, да, с этим регулированием. Возникает второй вопрос уже у предпринимателей. А можем ли мы по факту быть венчурными организациями, если мы не зарегистрированы никакими субъектами инновационной инфраструктуры в установленном государственном порядке ГКНТ? Ведь мы занимаемся, я говорю, да, можете, но сейчас предприниматель грамотный, он говорит, вы знаете, есть такая статья 233 Уголовного кодекса Республики Беларусь, называется «Незаконная предпринимательская деятельность». Значит, в этой статье написано, что незаконной предпринимательской деятельностью является деятельность, которая осуществляется без регистрации в установленном законодательными актами порядки. Указ президента однозначно законодательный акт. Есть установленный порядок регистрации для организаций, для венчурных организаций в качестве субъекта инновационной инфраструктуры. Меня спрашивают, нас это беспокоит, вот то, что мы занимаемся по факту венчурными активностями, да, мы инвестируем в венчурные проекты, как мы считаем, да, не является ли это незаконной деятельностью? Мой ответ не является, поскольку 233 статья, она в качестве регистрации в установленном порядке, которая требуется, предусматривает государственную регистрацию, по моему мнению, в порядке декрета номер один о государственной регистрации. И практика такова, да, но формулировки на самом деле очень похожи. То есть, если формально смотреть, то в 233 статье написано, что незаконная предпринимательская – это деятельность без регистрации в установленном законодательными актами порядки. То есть, в принципе, как бы формально это очень похоже, но практики нет. Но нет и практики регистрации венчурных организаций, нет и практики деятельности венчурных организаций. А вот что касается частных инвесторов и бизнес-ангелов, то в каком они правовом уровне? Вроде правовых банков, но в принципе, если у них появится желание финансировать то или иное предприятие, то как так? Значит, смотрите, Настя, у нас законодательство не регулирует сегодня понятие, что такое венчурная деятельность, да? Оно регулирует понятие, что такое венчурная организация и что такое венчурный проект, да? Вроде бы венчурная деятельность – это инвестиции в венчурные проекты, как мы понимаем, просто анализируя международный опыт и практику, да? Но если обратиться к тому, что по законодательству является венчурным проектом, то венчурным проектом является инновационный проект, финансируемый венчурной организацией. Венчурный, понимаете? А если банк финансирует инновационный проект, то это уже не венчурный проект. Я отвечаю на ваш вопрос, Настя. Если «Ангел» финансирует проект, то по законодательству это не венчурный проект, потому что венчурный проект, услышите меня, это проект, финансируемый венчурной организацией. Это не рамки, Настя, это круг, понимаете? Венчурная организация – это организация, зарегистрированная в установленном порядке, а венчурный проект – это проект, финансируемый венчурной организацией. Что я хочу сказать? Вот давайте посуществуем. У нас сложилось две системы. Да, давайте немножко вы просто подытожите сегодняшний проект. Есть одна система по факту. Это система, где фактически происходят инвестиции в венчурные проекты. Значит, есть игроки, которые реально сегодня инвестируют в венчурные проекты. В проекты, которые понимаются как венчурные, исходя из мировых принципов. Высокая рисковость и ожидание высокой доходности. Ни один из этих принципов сегодня не внесен в наше законодательство в привязке к понятию венчурная организация, венчурный проект, инновационная деятельность. Не один. То есть у нас есть свое какое-то понятие венчурной деятельности. Правильно оно или нет? Возможно, нет. Поэтому существует два движения. Есть система по закону, которая не работает и не зарегистрирована в венчурной организации. Есть система по факту, которая по факту работает, и мы видим, что есть сделки. Вот мое мнение, эти две системы нужно привести к общему знаменателю. То есть не может быть такого, что одна страна, две системы. Законодательство уважаемое, но оно, наверное, морально устарело. И легкий апгрейд в части приведения его с фактической ситуации, с фактическим deal flow, который существует, он безусловно не помешает. При этом я не говорю, что необходимо регулирование венчурной деятельности как таковой. Я скорее бы сказал, что регулирование венчурной деятельности является вредным. Деятельность отрегулирует сама себя. Главное, чтобы не было формальных барьеров, когда у нас в законодательстве прописано одно, а по факту возникает другое. Хорошо, спасибо огромное. Мы сейчас можем обратиться к российскому опыту. Артем. Да, спасибо большое. Хотели бы услышать про российские опыты, изменения, потому что мы знаем, что в России законодательство вокруг венчурной деятельности, оно очень стремительно менялось. И можете ли нам рассказать об этих апгрейдах, как мы сегодня решили называть, как оно менялось? И какие последствия уже сейчас ощутимы? Ну, ситуация такая. Где-то лет 7 назад была инициирована реформа гражданского кодекса президентом Российской Федерации. И реформа была инициирована не в связи с венчурным бизнесом, а просто в целях обновления гражданского законодательства, приведения его в соответствии с европейским опытом, с накопившейся судебной практикой и так далее. И началась работа по разработке законопроекта, ревелась эта работа с советом по годификации гражданскому законодательству при президенте Российской Федерации. На определенном этапе подготовки этого законопроекта подключилась группа по созданию Международного финансового центра при тоже финансовой рынке при президенте Российской Федерации, которая предложила обсудить в рамках реформы включения в гражданский кодекс некоторых норм, которые могли бы усовершенствовать или сделать более комфортным структурирование более-менее сложных инвестиционных финансовых сделок по российскому гражданскому законодательству. И в результате взаимодействия этих групп на таком-то этапе был достигнут некий компромисс, и законопроект был внесен в Госдуму лет 6 назад и принят в первом чтении, потом поэтапно принимался этот законопроект, разбитый на части. Большая часть тех вещей, которые вас интересуют, касающихся структурирования инвестиционных сделок, они были приняты в 2015 году и вступили в сезон 1 июня 2015 года. И в рамках этого закона в гражданский кодекс попали многие инструменты, которые использовали предприниматели в рамках структурированных в том числе венчурных сделок. Так что изначальная задумка не была заточена под, сама задумка реформы ДК под создание инвестиционного какого-то климата именно в контексте венчурных инвестиций, но в процессе работы такая цель тоже была артикулирована и в какой-то степени нереализована с большим и меньшим успехом. Артем, а скажите, пожалуйста, какие основные изменения дал этот закон в структурировании сделок, но вокруг каких тематик касались изменения? Ну, в целях можно таких вещей назвать. Нельзя сказать, что все эти ангелы получились оптимальными, идеальными, приходилось искать компромиссы, какие-то вещи очень сложно прочитать заранее. Ну, в общем и целом можно перечислить некоторые инструменты. Ну, во-первых, появилось регулирование института возмещения потерь, который реализует отчасти функционал принятых в практике деловой ворота условий под названием indemnity clause. Хотя российский целый измещение потерь, вот ст. 406.1 Гражданского кодекса, это не полная калька, не полный аналог, но некоторый функционал этого механизма indemnity, широко использованного, при структурировании такого рода сделок, в российский ДК попал. Дальше появилось регулирование тоже не идеальное, но в целом полезное регулирование института платы за отказ от договора, который очень тоже актуально для различных делок, но в том числе и таких инвестиционных, как некой цены, которую нужно заплатить, если ты хочешь выйти из контракта без каких-либо мотивов и оснований. Появились нормы о заверениях и обстоятельствах. Некий тоже, опять же, не полный аналог и не точный аналог, но такой своеобразный российский вариант заверений и гарантий, которые используются при структурировании сделок продажи бизнеса и почти любых серьезных сделок, связанных с инвестициями. Появилась норма об официальных, причем в двух вариантах – опционе заключения договора и опционном договоре. Там в двух основных вариантах структурирование, юридического оформления опционных сделок. Появились ряд других конструкций, например, соглашения между кредиторами. Так называемые межкредиторские соглашения тоже прописались в нашем гражданском кодексе. Что еще? Появилось регулирование преддоговорной ответственности за ответственность за недобросовестное введение переговоров. А также появилась норма о соглашениях о порядке введения переговоров. И некоторые намерки на регулирование вопросов конфиденциальности на стадии переговоров появились. Так что создана правовая ваза для более-менее спокойного заключения соглашения конфиденциальности, НДА, так называемые, на стадии переговоров. Ну, я сейчас могу еще перечислять целый ряд таких новелл, Инспирированных желанием сделать более комфортным структурирование сделок по российскому праву, Именно сделок инвестиционных. Ну, в целом, вы можете представить себе, да, что задача была достаточно сложной, Так как многие эти инструменты входят корнями в английское право, в англо-саксонскую правую культуру. И во всех континентальных странах они всегда используются, Но есть серьезные сложности в инвентации, нахождении правильного места этих конструкций в системе право регулирования. Так что такой шаг у нас сделан. Теперь нам нужно в судебной практике, в науке подчищать хвосты, Закруглять где-то углы, в судебной практике находить адекватный ответ на те вопросы, которые возникают. Но что касается эффекта, это я сейчас говорю только о реформе договорного права, Они не захватывают вопросы корпоративного законодательства и так далее. Что касается эффекта, судить, конечно, сложно, потому что как его подсчитать, этот эффект? Математически не подсчитаешь, но можно сказать о следующем уж. В последние квартала года, когда вступили эти все новеллы, в силу намного больше стало структурироваться сделок с долями в обществах с ограниченной ответственностью и акциями в генерных обществах в рамках частных инвестиций, в том числе венчурных, по российскому праву. По некоторым наблюдениям, опять же, это не какое-то статистическое серьезное исследование такое масштабное, но многие коллеги отмечают, что доля сделок по русскому праву, которые оформляются, резко выросла. Во многом это связано с геополитическими тенденциями, всякими экономическими санкциями, но тут надо признать, что просто так случилось, что многим крупным предпринимателям пришлось по каким-то причинам уходить из офшоров и возвращаться в российское право. А тут в российском праве им ждали какие-то сюрпризы приятные, которые позволили им более спокойно заключать опционы, соглашения о переговорах, предусматривать условия размещения потерь. Еще я забыла, у нас появились нормы в отказе от договорных прав, некий аналог английского waiver и аналогов в других европейских странах. Так что появились возможности. Некоторые коллеги, которые работают в юридических фильмах и занимаются сопровождением различных инвестиционных сделок, не отмечают, что они там чуть-чуть не каждую неделю опционы по русскому праву делают, чего, конечно, еще 2-3-4 назад было сложно на себя представить. При первой возможности старались убивать аналог английское право. Будем надеяться, что в дальнейшем эта тенденция будет расширяться, потому что, конечно, развивать национальное право надо. Для этого нужно иметь диалог постоянно с бизнес-сообществом, постоянно следить за тем, что им нужно, пытаться натворять их потребности без ущерба для публичных интересов, интересов слабой стороны договора, и без ущерба для целостности системы. Вот здесь, конечно, самый тонкий момент. Спасибо огромное. Насколько можно делать такие вещи реализовать. А скажите, как у вас происходит обсуждение с бизнес-сообществом? Плохо происходит. Но вот в рамках проекта по реформе гражданского кодекса надо сказать, что изначальный проект особенно с бизнес-сообществом не обсуждался. Его писали ученые и представители высшего амитражного суда в нескольких рабочих группах. И этот законопроект по реформе ГК сопровождался вначале написанием концепции, в котором были анализ зарубежного опыта, основные проблемы, которые нужно решить. Концепция опубликована была, потом на ее основе, группа при совете по кодификации писала основной законопроект. На этом этапе прям вот такого активного взаимодействия с бизнесом в открытом формате не было. Но в дальнейшем, когда начался уже этап подготовки к внесению в Госдуму и подключились к работе членов экспертных групп, рабочей группы по созданию Международного финансового центра, в которой я работал как эксперт, вот у нас такая активная работа по учету интересов предпринимательского сообщества ввелась. По крайней мере, в нашу группу она была абсолютно открыта, могли приходить кто угодно, и ученые, и судьи, и приходило большое количество юристов юридических фирм крупных из корпорации. И шло такое активное обсуждение на предмет того, чего нам не хватает, что можно сделать для того, чтобы по русскому праву такие сделки структурировались. И некоторые предложения в целом отвергались, потому что казалось, что действительно чуждо нашему праву, это не будет работать в нашем праве, какие-то вещи было решено не прорабатывать, потому что нет ясности какой-то совсем, какие-то вещи были отвергнуты, потому что и так ответы очевидны. Но многие положения, о которых я говорил, они были реализованы в наших предложениях. И потом в процессе согласования, они попали, согласование второй группы, то есть начальной группы по совете по верификации, они были согласованы и вынесены президентом Государственной Думы. Дальше в Государственной Думе есть тоже много разных экспертов, экспертных групп, которые пытались тоже влиять на содержание законопроекта, например, ассоциация интернет-инициатив, я забыл уже, как она называется, которые тоже пытаются развивать венчурные инвестиции в сфере IT, они тоже положили руку к ряде поправок, которые шли уже в этапе в Госдуму, по крайней мере, реализировали такие поправки. Так что, надо сказать, что выстроенные системы взаимодействия власти и бизнес-сообщества по вопросам гражданского права, я сейчас не берусь на другие сферы давать какие-то ответы, но в области гражданского права, по такой прям стоявшейся площадке, где ученые, судьи, члены правительства, депутаты, когда будут общаться с бизнес-сообществом, обсуждать, что же там нужно, такого нет, у стоявшейся площадки, но вот иногда такие диалоги происходят, и вот в рамках последней реформы гражданского кодекса был такой вот период обсуждения и взаимного какого-то обращения. Спасибо, Артем. И еще один вопрос у нас к вам есть. Вот вы уже упомянули о том, что сейчас введен этот закон, он полтора года уже в действии, и следующие шаги, которые вы видите, это притягивание судебной практики. Правильно ли мы вас поняли, и, может быть, какие-то еще более подробно расскажите о следующих шагах, о следующих реформах, которые повлечут за собой внедрение этого нового закона? Ну, что касается практики, да, безусловно. Я хотел бы обратить внимание, что реформа законодательства сама по себе, конечно, больших эффектов часто не дает. Без эффекта такого синергии, соединения различных институциональных структур, помимо законодательства и судебной практики, и практики налогового администрирования, и многих других вопросов, которые должны все вместе работать на развитие инвестиционного климата, создание условий для привлечения долгосрочных качественных инвестиций. Поэтому, даже если мы поговорим о тех поправках, которые были приняты в части норм Гражданского кодекса о договорах и обязательствах, естественно, это не будет работать, если судебная практика будет толковать все нормы как-то непонятно, небесказуемо. И если начнется какая-то странная судебная практика по опционам, естественно, бизнесмены испугаются и опять начнут убегать. Поэтому тут очень важно, чтобы все элементы государственной системы, как минимум, работали синхронно в той степени, в которой это возможно. Но пока вот прошло полтора года, сказать, что можно наблюдать какие-то явные, какие-то искажения нельзя. Более того, Верховный суд уже успел в марте 2016 года дать разъяснение по ряду тех вот как раз новелл, о которых я говорил, в частности, о возмещении потерь пред договорной ответственности за недобросовестное ведение переговоров, которые даже, я бы сказал, отчасти лучшие. У нас, вы знаете, я не знаю, как у вас, у нас высшие суды, но сейчас остался один, Верховный суд может, по сути, издавать такие законы в виде постановления пленуров и, по сути, де-факто менять текст закона, дополнять его достаточно свободно. И Верховный суд тут в ряде случаев скорректировал. Мне кажется, не вполне удачные какие-то нормы, которые прокрались в эти статьи Гражданского кодекса, особенно во втором чтении, когда какие-то теневые поправки вносились неизвестно кем. Вот в этой части Верховный суд сработал позитивным. Ну, говорить о тенденциях сложно, но в целом, если будет судебная практика развиваться в ключе аккуратного, осторожного отношения, внимательного отношения к интересам бизнеса, к свободе договора, то можно иметь такой уменный оптимизм. Но надо понимать, что есть еще ряд сфер, помимо договорного права, в котором я специалист, есть ряд сфер, даже в гражданском праве, если сейчас даже не забираемся в налоги, в судебную реформу, в практику административных правей, а просто будем говорить о гражданском праве, есть ряд очень чувствительных сфер, которые, конечно, тоже необходимо развивать. Это корпоративное право, в первую очередь. Здесь очень много инноваций, фравового материала необходимо сделать, чтобы привлекать инвесторов. Это и оптимизировать регулирование акционерных соглашений и соглашений участников. У нас открываются корпоративные договоры. Есть у нас определенные регулирования в России в гражданском кодексе. В рамках этой реформы появились статья корпоративных договоров. Но тут очень жаркие споры между учеными, экспертами о различных деталях этого института. Есть законопроект, который еще больше детализирует регулирование акционерных соглашений, соглашений участников общества граничной ответственности. Наверное, вы знаете, что без них вообще вряд ли какие-то венчурные инвестиции делаются. И здесь есть еще куда расти, какие шаги предпринимать, чтобы улучшить ситуацию. Есть проблема конвертированных займов, есть проблема большей свободы структурированных внутренних отношений в непубличных обществах, не выходящих на IPO, имеющих закрытый список акционеров и участников, расширения этой свободы в структурировании сделок. Есть подвижки в этом направлении, реформа гражданского кодекса, которая затрагивала вопросы корпоративного права, и в 2014 году она прошла, сдвинула наше право в сторону большего либерализма в этих вопросах. Но тут тоже не доведено до конца, в полной мере, это движение, потому что по идее в 2014 году, по 1 сентября, вступили в силы поправки по корпоративному праву, комплексные, революционные во многом. И ожидалось, что буквально за несколько месяцев, за полгода, будут подготовлены новые редакции закона об обществе с ограниченной ответственностью и закона о макционерных обществах, которые детализируют и снимут противоречия между обновленным кодексом и старыми законами о этих юридических лицах. Но вот на дворе уже 17-й год, прошло уже несколько лет, а эти законы застряли в правительстве и все ждут, когда же они будут приняты. Я вам покажу такой пример. Например, наш гражданский кодекс разрешил теперь в юридических лицах иметь нескольких директоров, что есть во всех странах известных. Более того, является даже нормой. Два-три директора с двумя вариантами распределения полномочий. Либо каждый из них действует независимо и подписывает сделки сам по себе, либо они по принципу двух ключей работают. То есть сделки подписывают именно компании только двое. Это очень важно для компаний, которые держат какой-то актив с точки зрения совместных предприятий, когда один акционер не очень может довериться менеджеру, назначенному директору по инициативе другого акционера. И наоборот. В итоге актив очень ценный, и все боятся, что этот директор, получив какой-то откат, этот актив уведет. Ограничить этот увод очень сложно, потому что директор может заключить от имени сделки любые, от имени компании любые сделки, и фактически их оспорить очень сложно. И тогда вот идея с двумя директорами от каждого из акционеров в этом joint venture с совместными полномочиями. Но вот идея здравая, правильная, но надо дальше было ее дожимать, и нужно было просто одну поправку внести в закон о государственной регистрации юридических лиц, указав, что в реестр юридических лиц указывается не только несколько директоров, но и распределение полномочий, совместной или независимой. Но эту поправку, такую казалось бы плевую, уже не могут принять два с лишним года, и в итоге потенциал, который открывается в силу поправок в гражданский кодекс в рынках и касающихся двух ключей руководства компаний до сих пор не раскрыт. И вот таких мелочей очень много. Конечно, в идеале надо все это комплексно менять, но, к сожалению, в России это сделать нереально технически, поэтому реформа проводится так, какой-то пинок происходит на уровне одного закона, а потом с запозданием в 2, в 3, в 4, в 5 лет иногда приводятся в соответствие другие, есть специальные процедурные законы, но без которых эта идея, какая-то благая, закрепленная в изначальном законе, в полной мере не работает. Так что есть еще большой потенциал для совершенствования законодательства. Огромное спасибо, просто отличная речь ваше выступление, расставила очень много по своим местам. Вы, пожалуйста, не отключайтесь, потому что у нас впереди еще открытая дискуссия, я просто уверена, что у наших участников сегодня гостей и пользователей интернета, безусловно, будут для вас вопросы. А можно я один момент еще добавлю? Конечно. Если не возражаете. Да, в этом. По поводу, меня просто попросили сказать еще о стратегии, это очень важный вопрос, стратегия решения проблемы улучшения инвестиционного климата. Это, мне кажется, даже принципиальный вопрос. Мы сразу начали с того, что мы меняем законодательство, и это, мол, волшебный ключик. Тут надо просто оговориться, что есть и другие способы улучшения инвестиционного климата. Есть множество стран, в которых законодательство очень допотопное. Принималось еще в начале 19-го века, и в которых никаких специальных законов о венчурных компаниях нет. Но бизнес процветает. Почему? Потому что есть другие способы обеспечения улучшения инвестиционного климата. Это, в первую очередь, например, развитие судебной практики. Вот я хочу сказать следующее. Вот почти большинство поправок, которые были внесены в Гражданский кодекс Российской Федерации, в части либерализации договорного права, о которых я говорил в самом начале, в принципе, в нормальной стране, с нормальной судебной системой, не должны были вноситься в кодекс, потому что принцип свободы договора предполагает, что стороны могут поговорить о чем угодно, о ракционах, о плате за отказ от договора, о возмещении потерь. И суды будут просто внимательно относиться к договоренности бизнесменов, ни в коем случае ничего не ломать, и только в самых выпиющих случаях какое-то нарушение базовых принципов публичного порядка или основ нравственности, а будут торгаться. То есть, в принципе, иностранцы, многие, с которыми мы общались в процессе всяких этих обсуждений, они вообще удивлялись. Зачем вы все это пишете в кодекс? И это можно, и абонентские договоры можно, у нас теперь такое-то есть, и вот такие, и рамочные договоры могут быть, и это, и то, и другое. Зачем это писать? Это же так очевидно. И тут надо просто поставить этот вопрос. Может ли российское право, например, или белорусское право, о нем я почти ничего не знаю, обеспечить необходимую динамику, позитивную динамику в развитии права, в том, чтобы вот эти сделки признавались за счет судебной практики, эволюционного развития судебной практики. Если мы исходим из того, что такой эволюционный, медленный, постепенный путь очень неповоротлив и не обеспечивает необходимых темпов догоняющего развития построения правовой инфраструктуры, то тогда оказывается востребованный вариант вот таких вот силовых, по сути, вторжений законодателя, который успокаивает всех, говорит, ребята, и это можно, и это можно, и это, и хватит морочить голову бизнесу и все признавать недействительным, как у нас это принято было в российских судах. У нас, по крайней мере, большинство, некоторое время, чуть ли не большинство судебных споров, это были споры о признании недействительного договора и незаключенными. И это, конечно, нервировало обороты, нельзя было никогда ни на что положиться, на такую сделку, особенно если это как-то нестандартное, необычное. И вмешательство законодательства, оно психотерапевтическое влияние оказывало. Оно говорило, так можно, так можно, так можно. И вы должны для себя просто тоже решить, насколько прогрессивна ваша судебная система, насколько она может быстро поменять правила игры и вселить уверенность в том, что все их сложные, нестандартные, необычные договоренности, какие-нибудь штрафные опционы, возмещение потерь и так далее, все это будет работать, и суды ни в коем случае не будут трогать это, с исключением каких-то напевающих ситуаций. Если нет такой уверенности, тогда востребована законодательная реформа. Да, спасибо большое вам за такой важный комментарий. Действительно, мы для того и создаем дискуссионный клуб, для того, чтобы мы смогли в течение какого-то времени, по крайней мере года, мы себе запланировали обсудить разные-разные возможности, с помощью которых мы можем развивать венчурные инвестиции и венчурный бизнес. Спасибо вам за этот комментарий. Я вот хотела обратиться к нашим спикерам, которые сейчас на сцене присутствуют. Наталья, вы в своей речи вначале несколько раз упоминали о том, что необходимо изменить в законодательстве для улучшения ситуации с венчурным финансированием в Беларуси. Может быть, сейчас вы сможете еще раз, скажем, обратиться к этой теме и резюмировать. Да, спасибо. Я просто хотела бы сказать одну такую вещь, что когда мы говорим о реформировании законодательства или каком-то его совершенствовании, здесь очень важно задаться себе вопросом, а какова цена подчинения тем законам, которые у нас сегодня есть. И если эта цена очень высока, и бизнес затрачивает неимоверное усилие на то, чтобы действовать в рамках закона, и в результате, из-за того, что эти законы несовершенные, они могут трактоваться разнообразно, допустим, представителям бизнеса и теми структурами, которые контролируют работу этого бизнеса. Вот здесь вот нужно делать упор и именно менять законодательство так, чтобы наши законы трактовались однозначно, чтобы они были как можно проще для бизнеса, чтобы бизнес затрачивал минимум своих усилий, как временных усилий, так и прочих, связанных с наймом, какого-то дополнительного персонала, для того, чтобы соблюдать всякие бюрократические процедуры, заполнять всякие бумаги, которые в принципе бизнесу не нужны. Вот здесь вот мы должны в первую очередь менять наши законы сегодня, если мы говорим о бизнес-климате. И, конечно, еще что очень важно, это, как было уже предыдущим нашим спикерам обозначено, очень важно, чтобы вот это совершенствование законодательства не ограничивалось совершенствованием самим законодательства, но также мы анализировали и правоприменительную практику, как трактуются наши законы. То есть синхронно работали разные сферы. Да, вот сейчас очень громко обсуждается в прессе это практика привлечения к субсидиарной ответственности добросовестных членов общества, участников общества. Когда, то есть, изначально этот участник считается недобросовестным, и он должен доказать, что у него не было злого умысла, в том, что его действия привели к возникновению убытков, возникновению каких-то долгов у общества. То есть необходимо как-то эту практику пересматривать. То есть как это работает во всем мире? Во всем мире это есть, но это работает иначе и не вызывает опасения. Сегодня у нас просто забросали письмами с просьбой разъяснить. Вы имеете в виду национальное агентство по приватизации? То есть инвесторы волнуются, они беспокоятся, как будет трактоваться, каким образом будет ли действовать у нас вот этот институт ограниченной ответственности, который, собственно, и создает. Да, я не юрист, поэтому извините, если я как-то вот, да, юристов, наверное, нужно попросить прокомментировать. Да, какие вот еще есть, может, комментарии от инвесторов, от международных инвесторов, вот по поводу законодательной базы, кроме субсидиарной ответственности? Еще вот то, что я еще не успела назвать, это, конечно, применение различных штрафных санкций за экономические какие-то правонарушения и, конечно, внесение изменений в уголовный кодекс относительно экономических правонарушений. То есть у нас законодательство слишком жесткое в этом направлении действует. Если, допустим, посмотреть на другой очень важный элемент вот этой венчурной среды, это защита интеллектуальной собственности. Здесь у нас в обратную сторону. То есть иной раз проще, скажем, у кого-то своровать какую-то идею и сделать на этом бизнес, заработать деньги, чем нежели... То есть государство не дает защиту сегодня. Поэтому я, наверное, лучше Денису передам здесь микрофон, чтобы он объяснил. То есть нам нужно вносить изменения как и в кодекс об административных правонарушениях, так и в уголовный кодекс для того, чтобы защитить вот эти вот идеи, вот эту интеллектуальную собственность, которая сегодня у нас есть. У нас очень большой потенциал интеллектуальный в стране. Мы знаем, да. Это то, чем мы можем гордиться. Так давайте мы будем защищать этот потенциал. Так, хорошо. Да, Денис, ваше мнение, какой апгрейд законодательства необходим? Именно вот, если можно, так структурировано, как? Ну, я структурировано, коротко поясню, да. Значит, я, как сказал, уже не вижу на сегодняшний день необходимости принятия специального закона о регулировании венчурной деятельности. Мое мнение, что там, где начинается регулирование, там заканчивается деятельность. Вот, деятельность на сегодняшний день есть, она развивается, мы это видим. Вот, по тем проектам, где мы сопровождали фонд Юрия Гурского, Хаксус, там, по тем проектам другим, которые мы делали по продаже долей в стартапах, мы видим, что она есть. Мы видим, какие проекты сегодня есть. Вот, там, Аймета, 80 Days, которые показывают на главной странице техкранч. Мы понимаем, что это проекты, ориентированные на весь мир. Дальше у нас возникает вопрос. Как эти проекты будут продаваться дальше? Как они будут получать финансирование? По английскому праву за рубежом, да, через двойное структурирование? Или по белорусскому праву? Здесь мы с государством занимаем одинаковую позицию. Деньги должны идти в экономику страны. Стране интересно, чтобы проекты структурировались по белорусскому праву. Соответственно, регулировать надо не деятельность как таковую, а создавать условия в законодательстве на уровне институтов коммерческого права, корпоративного права, условия френдли и понятные для инвесторов. Инвесторы должны получить минимальные стандартные гарантии, используемые в инвестиционных сделках по всему миру. Инвестор должен прийти сюда и сказать, в принципе, я готов выделить венчурное финансирование вдоль акций стартапа, который зарегистрирован на территории Республики Беларусь. «Ребята, ответьте мне, у вас работают стандартные инструменты выхода из проектов, которые предусмотрены английским, делагерским правом, или не работают?» Нам все равно как. Вы нам скажите, на уровне судебной практики, на уровне законодательства. То есть в Англии «драга лонг», «тага лонг» работает на уровне судебной практики. Но эта практика, она столетиями формируется. Всеми любимое право штата «Деллар», оно предусматривает регулирование на законодательном уровне этих инструментов, «тага лонг», «драга лонг». Поэтому корпоративное право «Деллара» как раз является наиболее любимым в мире, поскольку четко выбирает правила игры. Инвестору всего лишь нужно понять правила игры за свои деньги. Инвестор не хочет никакого регулирования, частный инвестор. Он не хочет помощи от государства. Он хочет просто понимать, что у него инвестиции защищены. Защищены на уровне просто нормальных, понятных ему институтов гражданского и корпоративного права. Это первое. Вот чем мне нравится реформа, про которую рассказывал Артем, и которая была сделана в России. То есть они проанализировали, какие стандартные элементы иностранного права необходимы международным инвесторам в инвестиционных сделках. Они выделили все эти инструменты английского, европейского, американского права, не важно. И они сделали программу по внесению этих инструментов в гражданское и корпоративное законодательство России. И большую часть уже внесли. Я знаю, что сейчас они работают над внесением конвертированного займа в законодательство Российской Федерации. Сейчас они работают над внесением в законодательство соглашений Non-Solicitation и Non-Compute. Это тоже важные элементы инвестиционных сделок, сделок в области венчурного финансирования. То есть регулируется практически применяемое законодательство. Как оно регулируется? Оно просто делается комфортным с точки зрения понимания инвесторам, что его инвестиции защищены. Понятно. То есть вот из ваших выводов, это гарантии инвестора, создание определенных условий для корпоративного коммерческого права. Есть ли еще какие-то вехи для апгрейда законодательства, какие-то пункты? Да, давайте я вам приведу на примере. То есть я просто не хочу перечислять все институты зарубежного права, которые должны быть имплементированы в гражданское право коммерческое, корпоративное, Беларуси. Потому что Артем их хорошо перечислил. То есть я разделяю эту позицию, что многие из них заслуживают внимания. Я хочу сказать о практической применимости. Почему, например, это важно, допустим, уже для развивающихся на территории Республики Беларусь венчурных отношений, почему важно уже сегодня иметь хорошее частно-правовое регулирование. Мы на сегодняшний день, если почитаем законодательство, закон об инвестиционной деятельности в Республике Беларусь, то есть у нас финансирование венчурных проектов осуществляется двумя способами. В эквити и займ. В мире на сегодняшний день, в США, как в наиболее развитой, в одной из наиболее развитых венчурных экономик, наиболее популярный способ финансирования проектов на ранних стадиях, я имею в виду пресид, сид, это конвертируемый займ. Что дает? У нас нет такого инструмента. У нас, во-первых, нет такого инструмента. Во-вторых, такой инструмент нельзя у нас на сегодняшний день построить, исходя из принципа свободы договора. У нас запрещает корпоративное законодательство, законодательство об обществах, конвертацию займа в акции. Основная суть, в чем конвертируемого займа? Это когда финансирование предоставляется в качестве займа, но в случае успеха проекта, инвестору интересна не возвратность займа, а конвертация займа в акции уже состоявшейся компании по определенному принципу и за определенную цену, изначально оговоренную при предоставлении займа. Что получает инвестор? Если компания умерла, да, он потеряет займ, хотя иногда в Америке говорят, что он имеет право требовать его обратно, но он потеряет инвестиции в аквити, если компания умерла. Но если компания не умерла, то он получает ее акции. Смотрите, что происходит на сегодняшний день у нас, да, поскольку у нас такого способа нет. Вот. Иностранный венчурный инвестор, отечественный венчурный инвестор, он может инвестировать только в доли акций. Так? Как правильно сказала Наталья, у нас есть такая хорошая вещь, как субсидиарная ответственность, и практика развивается по пути привлечения учредителей организаций к субсидиарной ответственности. Какова выживаемость венчурных проектов ранних стадий? Плановая выживаемость один из десяти. Девяносто процентов портфеля инвестор готов видеть банкротами. Представьте себе, да, что тогда происходит дальше на территории Республики Беларусь. Проинвестировав в портфель на территории Республики Беларусь, он получает десять-девять возможных ситуаций, когда его инвестора привлекут к субсидиарной ответственности. При этом, даже если мы говорим о том, что на ранних стадиях, там, пресид, сид, доля процента приобретаемого венчурным инвестором невелика, допустим, порядка десяти процентов, это никак на сегодняшний день не спасает от привлечения к субсидиарной ответственности. У меня есть ситуации, вот как адвокат я занимаюсь делами, где вопросы о субсидиарной ответственности рассматриваются даже в отношении участников, у которых семь процентов всего. То есть что мог решать такой участник? Наверное, ничего. У меня есть ситуации, когда... Понятно. Я прошу прощения, просто у нас уже время поджимает. Это, в принципе, очевидно. Ну, или по существу говорим, или потому что время поджимает. Просто давайте тогда определимся, да. То есть, да, есть важные вопросы, которые нужно озвучивать, их практическую применимость и важность на сегодняшний день, да, для регулировки. Потому что нам когда говорят, ну, зачем нам конвертируемый займ? А представьте, если бы у нас даже с этой практикой по привлечению к субсидиарной ответственности был конвертируемый займ. У нас венчурные инвесторы могли бы дать инвестиции на уровне конвертируемого займа. Они не входили бы в акционеры-учредители, не было бы угрозы субсидиарной ответственности и была бы нормальная возможность развития венчурных отношений. Потому что на сегодняшний день проблема не только в субсидиарной ответственности. Если портфельная компания попала в ситуацию банкротства, это накладывает ограничения на учредителя, на инвестора по созданию новых компаний, по инвестированию в Эквити, ну, по выступать учредителем новых компаний на территории Республики Беларусь, потому что другая компания находится в этот момент в состоянии банкротства, да. То есть вот эти все ограничения, вот такого совсем неглобального уровня, да, их надо учитывать, понимая, что мы хотим развивать венчурную деятельность, о них надо говорить и надо снимать вот эти небольшие ограничения, которые есть. Безусловно, я вот согласен с Артемом, что надо беседовать на круглых столах с судьями и обращать внимание на правоприменительную практику, что она должна двигаться в более позитивном ключе с точки зрения обеспечения независимости имущества юридического лица, обособленности имущества юридического лица. Юридическое лицо должно отвечать только своим имуществом. Мы не должны трогать учредителей и пугать инвестора. Хорошо, спасибо огромное. Может быть, у наших спикеров есть что добавить. Да, я бы хотела обратить... Можно один момент? Да, да, конечно. Не надо убегать. Я бы хотел спросить, если ко мне вопросы какие-то есть, я готов ответить, но мне нужно через 5 минут уже уходить. Мы как раз и обратились к участникам дискуссии. Если есть вопросы, коллеги, помогите, пожалуйста, с вопросами по интернету. Если есть, мы готовы их озвучить. Итак, уважаемая аудитория, какой апгрейд законодательства сегодня необходим для развития венчурной экосистемы? Пожалуйста, просим вас представиться для начала и задать, в общем-то, вопрос. У меня такой вопрос, Валентин Лопин, агентство деловых связей, директор. Может быть, больше к Денису? И к Артему, наверное, тоже. К Артему, раз он торопится, то есть ли в России такая норма, как уголовного права, как незаконное предпринимательство по причинам нерегистрации в государственных органах как предпринимателям? И вопрос к Денису такой же, насколько это из практики, влияет на развитие венчурного процесса, скажем так. Это именно та 233-я статья Уголовного кодекса. Я уже не буду вспоминать этот пример со Стивом Джобсом. Ну, ответ, да, у нас есть уголовный ответ, сколько я знаю, и мой, конечно, профит. Уголовная ответственность за предпринимательство деятельности без регистрации. Но сказать, что это создавало какую-то глобальную проблему для венчурных проектов, не могу, потому что они осуществляются обычно в форме коммерческих корпораций, в обществе ограниченной ответственности и так далее. Обычно под эту ответственность попадают физлица, которые осуществляют постоянную деятельность по оказанию тех или иных услуг за деньги, но не встают на регистрацию как индивидуальный предприниматель, не платят налоги и так далее. Ну, то есть для сферы венчурных инвестиций это не является, как мне кажется, какой-то серьезный момент. Ну, такая ответственность есть, и вопрос о ее целесообразности тоже другой вопрос. Например, она применяется тем, что осуществляет деятельность без лицензии, например, когда лицензированы люди из-за формы в собаке. Спасибо, Денис. Ну, я хочу сказать, что, скажем, вопрос о декриминализации ответственности в рамках экономической деятельности, он поднимается постоянно, и не только на, скажем, уровне предпринимательского сообщества, но и на уровне государства. Я вот ознакомился недавно с комплексом мер по реализации программы социально-экономического развития Республики Беларусь, 16-20, да, и там прямо в комплексе мер прописано, что с 2017 года, то есть необходимо пересмотреть подходы к административной ответственности субъектов хозяйствования, чаще-чаще применять такие меры, как предупреждение, и пересмотреть подходы к уголовной ответственности, да. И вот одна из рабочих групп, которая, как я понимаю, будет создана в 2017 году в рамках реализации этого комплекса мер, она будет предусматривать обсуждение, я надеюсь, обсуждение тоже так же и с представителями предпринимательского сообщества данного вопроса и декриминализации ответственности. Хорошо. А что касается влияния, вот, скажем, этого всего на венчурную деятельность, я согласен с Артемом, да, то есть тут прежде всего попадают, как бы, физические лица, которые что-то делали без регистрации, но смотрите, проблема какая. Как развивался рынок IT во многих странах, в том числе в Республике Беларусь, то есть это были физические лица, это были вебмани, никакая регистрация, в принципе, была зачастую невозможна, потому что регистрация предполагала деятельность в качестве, как бы, субъекта ВЭД, а субъекты ВЭД должны были действовать в рамках правил, установленных ВЭД, это подписанные договора, это отчеты, акты отчета о завершении внешнеэкономических операций, то есть принципиально по такой схеме документа оборота не работали бы внешние игроки вот этих отношений. Поэтому я думаю, что отношения где-то складывались сами собой, и на сегодняшний день, на сегодняшний день, если бы мы сделали декриминализацию 233 статьи или там мораторий на ее применение, и одновременно сделали какую-нибудь налоговую амнистию, то мы бы увидели существенное пополнение, как бы, бюджета за счет вот этих вот прошлых ситуаций, просто добровольную уплату налогов, потому что, я так думаю, никто не против заплатить налоги, главное не нести совершенно излишней здесь ответственности. Спасибо большое. У меня такой комментарий, кроме вопросов вы можете высказать свое мнение, это нормально, но учитывая ситуацию, у меня вопрос, есть ли конкретные вопросы к Артему, или мы можем его отпустить. У вас к Артему конкретно. Да. Да, хорошо, пожалуйста. Слышно меня? Слышно, да, Артем вас не видит, но слышит. Я Сергей Корнилов, предприниматель, и хотел вас, Артем, поблагодарить за очень обстоятельное выступление, комментарии, я думаю, что это очень полезно было услышать всем нам, и хорошо, чтобы бизнес-сообщество и государственные структуры пригласили вас к нам в страну, для того, чтобы поделиться опытом и, может быть, выступить в рамках нашего клуба. Вот, у меня потом будет вопрос, просто... Да, хорошо, Артем, спасибо вам огромное за то, что были сегодня с нами. Да, Артем, спасибо большое, что поддержали. Ждем вас в Минске. Спасибо, что надо помочь. До свидания. Всего вам доброго, да. Все. У меня, если можно, я продолжу. У меня будет небольшой комментарий и вопрос к нашим спикерам. Ну, прежде всего, это начинание очень полезное, как мне кажется. Сегодня очень обширная тема по законодательству. Она не может ни в два часа войти, ни в пять часов. И, конечно, есть определенная неудовлетворенность. Мой комментарий в следующем, что здесь уже упоминалось законодательство белорусское, то есть это по существу, скажем, сегодняшняя тема. Это и закон, указ, имеющий номер один вообще. Есть еще налоговый кодекс, особая часть, куда тоже там упоминается и венчурное финансирование. Так, есть ряд льгот по нему, например, оно не относится к доходам по вне реализационным деятельностям и так далее. Так, упоминание. Но, как всегда, в мелочах, то есть наш законодатель поднаторел в мелочах. То есть я дам уточнение. Здесь введено понятие в нашем законодательстве, как венчурное финансирование. Вот Денис меня поправит. То есть, прошу прощения, венчурное финансирование, и оно никаким образом не связано с инвестициями. То есть, если нам вести разговор, то нужно сначала определиться по терминологии. Вот в нашем законодательстве всюду проходит венчурное финансирование. И толкователи, они говорят, что это совершенно иное, чем инвестирование. В силу этого и получается, что многие, так сказать, законы о инвестиционной деятельности и так далее, они как бы не работают просто в отношении этого. Второе. По выступлению спикера из России, понятно, что впереди очень большой путь. И если сейчас взяться за изменение законодательства, так, учитывая практику того, что наш парламент прошлый инициировал за все время своей деятельности только три законопроекта, так, если через администрацию президента, совмин и так далее, это все равно несколько лет в лучшем случае изменения. Что же делать сейчас, когда существует уже мощная белорусская экосистема в зачатке, которая, так сказать, прославилась в мире и так далее. И у меня в связи с этим вопрос к спикерам. Могут ли они сейчас подсказать какие-то свои идеи или мысли относительно, скажем, квази-венчурного инвестирования? Вот в свое время рассматривался вопрос как альтернативный в Белоруссии – это кредитование, финансирование и займы под залог интеллектуальной собственности. То есть это некий такой квази-механизм, который на какое-то время может заместить это. То есть вообще как действовать в эти два, три, четыре года, пока законодатель будет менять законодательство? Спасибо. Спасибо большое за вопрос. Ну, Наталья, кто? Квази. Альтернативные, я подытожу, альтернативные варианты финансирования венчурных и инвестирования. Знаете что, я не думаю, что это должно быть четыре года. Значит, основываясь на следующем, если коротком. Вот чем мне нравится эта программа, да? Мы видим, какие проблемы останавливают инвесторов на практике на сегодняшний день, да? То есть когда приходят венчурные инвесторы, говорят, ребят, я хочу участникам дать опционы венчурного проекта, чтобы они развивали проект. А мы говорим, ребят, тут есть проблема, у нас нет института опционов. А он говорит, ребят, я хочу дать конвертируемый займ, вот, и поддержать ваш белорусский венчурный проект. Мы говорим, ребят, у нас есть проблема, у нас нет конвертируемого займа и так далее, да? Мы видим, мы видим эти проблемы. Каких-то проблем мы, возможно, еще не видим, да? Для этого необходимо обсуждение. То есть я, в принципе, мы все открыты, в том числе национальное агентство инвестиций. Я знаю, как Наталья всегда с позитивом реагирует на любые идеи. Это первое, мы видим. Второе, что хорошо по проекту. Мы знаем на сегодняшний день пятерку мировых лидеров в области развития венчура, да? С юристами некоторых стран мы уже связались. Наши проблемы мы хотим понять, как у них решены на уровне инструментов коммерческого права, корпоративного права, государственной поддержки, налоговых льгот. Мы можем взять, обобщить иностранную практику и на сегодняшний день разработать предложения для нашей страны по решению тех или иных проблем, практических, стоящих в вечерной деятельности. Денис, извините, пожалуйста, вынуждена вернуть к вопросу все-таки. Да, изменения не будут так долго. Я отвечу на ваш вопрос. Ну, Настя, я отвечу на ваш вопрос. Года, извините. Давайте я по существу скажу, но это же как бы... Да, ваша мысль была в том, что изменение законодательства, возможно, не займет такой большой период. Значит, моя мысль состоит в следующем, да? То есть, что можно сделать дальше? Вот дальше я анализирую комплекс мер, да, по реализации программы социально-экономического развития, да, 16-20. Значит, я отметил для себя порядка 7 рабочих групп при различных государственных, при органах государственного управления, да, которые должны быть созданы в 2007 году для регулирования тех или иных вопросов, связанных с инвестиционной деятельностью. В 2017-м. В 2017-м, да. Инвестиционной деятельностью, венчурной деятельностью, стартап-движением и обсуждением налоговых льгот для такой деятельности. 7, порядка 7 рабочих групп только в 2017-м году. Вы считаете, что эти изменения, они придут достаточно быстро и, в общем-то, не стоит обращать внимание на альтернативные какие-то моменты? Я считаю, что как минимум, как минимум в этом обсуждении надо участвовать. Если у юристов, там, регулируемого сообщества, у бизнеса есть предложение, как урегулировать те или иные вещи лучше, то есть окна, есть площадки, которые должны быть созданы, как я вижу, при ГКНТ, при Министерстве экономики, при администрации парка высоких технологий. Прямо так и написано, обсуждение вопросов регулирования венчурного финансирования. Пожалуйста, давайте предлагать, да, то есть давайте эти предложения, которые будут выработаны конкретно вот в рамках программы, есть куда предложить, помимо традиционных, в общем-то, источников, куда можно предложить данное предложение. Скажем, урегулировать ситуацию на уровне, скажем, указа президента, технически, это не 4 года совсем. Просто с точки зрения государства, эта ситуация должна быть понятна. Зачем это, зачем этот апгрейд законодательства, что он даст экономике страны, лежит ли он в русле понимания государством увеличения инвестиционного потока, и если те изменения, которые предлагаются, будут способствовать увеличению инвестиционного потока в страну, по мнению в том числе государства. Поверьте, я верю, что очень быстро это может быть урегулировано на уровне указа, и это не годы. Хорошо, спасибо. На вопрос Сергея был о том, какие альтернативы сегодняшние бизнес-ангелы, инвесторы, стартапы, инновационные предприятия могут использовать для структурирования сделок. Есть ли такие альтернативы или, как выразился Сергей, квазимеханизмы? Да, такие квазимеханизмы есть. Вот смотрите, мы регулярно выступаем в парке высоких технологий, в Имагуру. Вот когда у нас был гел последний, да, Всеверная неделя предпринимательства, вот как раз выступал мой партнер Дмитрий Матвеев, и он рассказывал как бы о квази-инструментах на сегодняшний день, придуманных нашей компанией, для урегулирования венчурных отношений в той мере, в которой хотят этого национальные и иностранные инвесторы. То есть национальные инвесторы говорят, нам нужен конвертируемый займ. Мы говорим, окей, на уровне, скажем, квази-инструментов мы построили вот такую систему, и мы эту систему даем предпринимателю, описываем, то есть мы совершенно бесплатно проводили как бы этот семинар. Вопрос ведь один всегда возникает у национального и иностранного инвестора. Что на это скажет судебная практика? Ребят, а у вас решение судов есть? И вот когда мы говорим, что мы полагаем, что это законно, но мы не можем сказать, что решение суда прогнозируемо, потому что никто не может сказать, что решение суда прогнозируемо, инвестор говорит, ну все-таки как-то вот я сомневаюсь, может все-таки в Делавер там, где у них прогнозируемо. Хорошо, Денис, вынуждена вернуть вас к нашей теме. Итак, Дмитрий Матвеев, он еще здесь присутствует. Ну, в общем-то, у юридической фирмы Олеников и партнеры есть определенный набор таких альтернативных механизмов, то есть он существует, это возможно. Есть ли еще комментарии, мнения, вопросы? Да, пожалуйста, не забываем представиться вот сейчас молодому человеку, потом вам и вам. Здравствуйте, меня слышно, да? Да, слышно. Меня зовут Владислав, тут бай. Я хотел бы задать такой вопрос к спикерам. Как, по вашему мнению, на инвестклимат повлияло вчерашнее решение суда по делу Александра Муравьева? Дорогие эксперты, да? Я не знаю, как бы, всей сути, поэтому я не могу комментировать. Я только читаю прессу, да, тоже знаю, что и вы. Но однозначно все эти случаи, которые появляются в прессе, которые уходят, которые… Я знаю, что все инвесторы, которые интересуются так или иначе нашей страны, они считают прессу, они анализируют ежедневно. Вот, поэтому как они будут это трактовать? То есть если они будут трактовать это риском, то это негативно скажется. То, что называется, знаете, как… Называются политические риски, да, то, что появляется в наших заголовках, в заголовках в прессе. Поэтому, ну, как я могу трактовать? Спасибо. Денис, есть ли что-то добавить? Ну, что я могу добавить? Я адвокат, я в этом деле не участвовал. Есть решение суда с точки зрения юридической этики. То есть мне тут нечего пояснить. Ну, а лично ваше мнение? Это как-то повлияет на имидж или на климат инвестиционный? Ну, вот, субъективно понимаете ведь мнение какое, да? Допустим, скажем, когда осуждают предпринимателя в Америке, и об этом пишет весь интернет, я не буду называть фамилии, и говорят, что они организовали финансовую пирамиду, и за это получили 150-500 лет, почему-то это не влияет на инвестиционный климат Соединенных Штатов Америки. Когда осуждают предпринимателя в Республике Беларусь, почему-то это оценивается, конечно, иначе, иностранным инвестиционным сообществом, и получают негативную оценку, и эта негативная оценка, она надолго застревает в интернете. Я вот не помню, когда-то, как-то давно, я читал интервью с руководителем Всемирного банка, да? Он использовал такую интересную фразу, то есть он похвалил Беларусь за проводимые реформы, похвалил за те изменения, которые, безусловно, есть на сегодняшний день, и мы не можем их не отмечать, но в то же время он сказал, что с точки зрения инвестиционного климата на теле Беларуси осталось еще много таких вот старых шрамов, которые многие помнят, помнят долго и вытаскивают, и вытаскивают по мере необходимости из сети интернет. Это на имидж влияет, то есть вот надо разделять понятие как бы климат и имидж, да? То есть вот климат, то, что мы фактически имеем на сегодняшний день, а внутренняя среда, это, знаете, совокупность наших недостатков и наших улучшений, наших достоинств, да? И имидж. Имидж это то, что видят внешние инвесторы и формируют свое мнение. Абсолютно верно. К сожалению, негативная информация, она всегда более вирусная, она более заметная, она распространяется гораздо сильнее, то есть мы можем сделать там 10 хороших инвестиционных проектов, и этому гораздо меньше внимания будет уделено в СМИ, в электронных СМИ, и может быть один вот такой кейс, который получит гораздо больше освещения, да? Да, понятно. Насколько объективно судить через это об климате, да? Большой вопрос, но на имидж влияет, это факт. Да, понятно, ваша позиция, спасибо большое. Нет, у нас есть вот еще здесь вопрос, потом вам, в общем-то потом вам. Да, пожалуйста. Вставать, может, не надо уже, да? Алексей Иванович, Академия наук. На самом деле, такая небольшая ремарка и экскурс, что называется, вопрос непосредственного регулирования именно венчурной деятельности в Республике Беларусь в нормативных документах появился где-то в году 2006-2007. В общем, он, во всяком случае, мелькал в совместном плане Насбанка и правительство Республики Беларусь в виде предложения подготовить концепцию и проект указа президента о венчурной деятельности. Вот, то есть, да, он неоднократно всплывал, да? И что мы должны понимать вообще в вопросе регулирования? И российский эксперт, и ребята, вот они, на самом деле, все верно. По отдельности вопросы порешать по сделкам, по свободе договора, да, да, безусловно. Но есть очень важный момент. Любой закон – это результат компромисса. Мы так привыкли, что в Республике Беларусь вроде как чуть ли не единое мнение. На самом деле, проект закона государственной инновационной политики, я вам квалифицированно говорю как соавтор, к сожалению, этого результата, да. К сожалению, потому что на этапе, то есть, во-первых, закон готовился больше 10 лет. То есть это постоянная борьба вокруг его содержания, да. В каком-то этапе уже перед самым подписанием у него была огромная глава про венчурную деятельность. Вот, скажем, решили, что указа не будет, но будет большая глава в законе, да. И закон, и там было предусмотрено не венчурные организации. Там были возможности создания фондов как юрлица, работа венчурных фондов без создания юрлица, высокой свободы договора, в том числе и возможности трансграничного инвестирования и возврата средств. Понимаете? Вот, но результат, который мы получили, это тот результат взаимодействия заинтересованных групп, да. То есть у нас, допустим, было принято всегда посмеиваться над Прокоповичем, но более либерального чиновника высшего уровня еще надо было поискать, на самом деле. То есть и то, как он через свои полномочия и своих представителей реализовывал эти возможности в структуре, в рабочих группах государственных органов по подготовке законов, это вот к примеру, да. То есть и сейчас очень важный момент такой, то есть в частном порядке, да, можно пытаться продавливать систему, но если правоохранительные органы в принципе не воспринимают возможность хотя бы в каких-то секторах риска, понимаете, в чем проблема венчурной деятельности в том, что она действительно не укладывается в так называемую инвестиционную политику, заявляемую инвестором. Вы не оцените этот проект, по всем вариантам политики он будет убыточным. То есть если лицо сознательно подписывает финансирование, которое сознательно может оказаться убыточным, то оно в нашей ситуации в Республике Беларусь изначально себя готовит к разговору с той или иной ветвью правоохранительных органов, скажем так. Поэтому очень важно двигаться в двух направлениях. То есть сама по себе венчурная деятельность и регулирование как освобождение инвестирования под свой риск в проекты, которые невозможно оценить с точки зрения нормального инвестиционного анализа. И второй вопрос это как раз развитие отдельных институтов свободы договора. То есть как бы и то и другое важно. Да, отлично. Спасибо большое за ваше мнение. Да, ну и Юсейд, конечно, большое спасибо, что вы вообще спонсируете все это движение тогда, когда уже, казалось бы... Ну, не стоит терять надежду. Спасибо огромное. Пожалуйста, ваш комментарий. Представьтесь. Меня зовут Константин Коломи из компании Homeland. Мы занимаемся деревянным каркасным домостроением. Казалось бы, не самая инновационная сфера, хотя, наверное, вот вы слышали, что бывают вот такие дома активные, умные, энергоэффективные. Я прошу прежде вопроса тогда. У меня комментарий, у меня есть мнение. Хотите верьте, хотите нет, но венчурным финансированием интересуюсь 35 лет, потому что написал когда-то дипломную работу на финансирование изобретательной инвестиционализации. Значит, могу сказать следующее по этому поводу. Вот мой стаж изучения этой темы позволяет мне сказать следующее. Вот здесь были обозначены два очень правильных направления изучения финансирования, что нужно изучать с точки зрения Академии наук. А с точки зрения практики я бы присоединился к Денису. Вот он обратил внимание, что вот есть проблемы с долевым финансированием, конвертация, так сказать, субсидий, как бы, да, так сказать, опционное финансирование. С точки зрения финансирования существуют две принципиальные схемы – долевое и долговое, как бы, да. Значит, вот Денис говорил о долевом финансировании. Долговое финансирование – тоже мрачная ситуация, я считаю, в Республике Беларусь, хотя бы потому, что предприятие, инновационное предприятие несет те же риски, что и государство, любое. Даже не очень инновационное, те же риски по стадии своего развития, выпуска продукции, как бы, выхода на рынок и так далее. Ему тоже не хватает финансирования. Какая система считается финансово хорошей, какая плохая? Финансовая система считается хорошей та, которая позволяет осуществлять свободный переток капитала там, где он есть в избытке, в более инновационной доходной сфере. В Беларуси это там существует масса барьеров, как бы, да. И поэтому, вот, начиная от корпоративных финансов, долговое финансирование, уступка прав требования, как бы, привлечение патентов, лицензий на льготных более-менее условиях. Если взять статью номер один «Инвестиционный закон», у нас есть в Республике Беларусь, как бы, да, и посмотреть, можно ли к инновационной компании привлечь пункты этой статьи закона. Уверяю вас, деньги, как бы, да, вот кредит, банки и так далее. Со мной сидел рядом банкир, представитель инвестиционного банка, он, в принципе, не подпадает под инфраструктуру не венчурного, не венчурного финансирования. А вот специализированные фонды, они, хоть и называются венчурными, тоже очень плохо пока работают. Хочу обратить внимание еще на один аспект. Наиболее большие успехи у нас происходят в сфере IT-технологий. Как бы, да, почему там очень простая структура затрат, как бы, да, а структура затрат реального сектора экономики, она более сложная, более капиталоемкая и так далее. И это тоже только подтверждает мою мысль. Нет, вот если рассмотреть структуру затрат IT-компаний, там зарплата, грубо говоря, и содержание компьютера, да. А если рассмотреть промышленные предприятия, там более капиталоемкие проекты, и там вот в структуре заклада недостаточно инструментов и механизмов привлечения финансирования. Спасибо огромное. Есть еще один вопрос. Может быть, еще есть вопросы? Да, опять Валентин Лопин, агентство деловых связей. У меня вопрос такой, наверное, к обоим спикерам. Вскользь темы коснулись, но как-то не углубились. И она касается интеллектуальной собственности. То есть, по вашему мнению, какие есть проблемы в оценке интеллектуальной собственности, особенно, допустим, даже защищенной на каком-то уровне в виде полезной модели или патентов, там по разным процедурам. И какие есть проблемы с внесением этой собственности, допустим, в качестве долей в компании нерезиденты? То есть требуется, допустим, разрешение Нацбанка для этого и так далее. Слушайте, ну, смотрите, как бы требуется и оценка, безусловно, при внесении в уставный фонд. Но это очень узкие, скажем, специальные вопросы, там, корпоративного права и оборота объектов интеллектуальной собственности. То есть давайте просто посвятим этому отдельное мероприятие, потому что вот к венчурному финансированию как таковому, ну, они имеют весьма опосредованное отношение. И там, или можем там после переговорить. Смотрите, хорошо. О каком объекте вы сейчас говорите? Ну, у нас, да, хорошо, есть патент на полезную модель, да. Вот то, что касается патентных, скажем, изобретений, там, промышленных образцов, полезных моделей. Скажем, вот этот сегмент, вот только что говорили, да, что вот у нас, допустим, развит венчур в сфере IT, да. Вот мы, например, с проектом в области Харда видели один интересный проект, там, Кенома, да, и который, как бы, структурирован, опять же, не у нас, да. Но проект успешный, там патент, заявка подана в Лондоне. И, ну, разработка делается здесь на сегодняшний день, да. Скажем, то, что касается Харда и делается на базе, в том числе государственной, прежде всего, инфраструктуры, да, куда вовлечена Национальная академия наук, вовлечены институты, вовлечены люди, да. Вот те проблемы, те проблемы, которые там есть на уровне патентования, да, вот я думаю, что вот эти проблемы стоит вообще обсуждать отдельно, да. Кому принадлежат там в итоге права, если финансирование ведется за государственные деньги, и кому должны принадлежать права. Частная инициатива, а что вас беспокоит, что заявку не своевременно подали, приоритет потеряли, вот в чем проблема? Спасибо. Частная инициатива. Два вопроса. Какие проблемы с оценкой этой стоимости, да, и есть ли барьеры для внесения этой стоимости за рубеж? Вот смотрите, я вам скажу по этому... Если можно, коротко, Денис, вот два комментария. Денис, вот если коротко, да, если говорить о нашей стране, то оценка нужна, и это объективная необходимость в каждой стране для того, чтобы не раздувался необоснованно уставный фонд, да, то есть иначе можно прийти к злоупотреблениям. Качество и процедура оценки я не готов сейчас пояснить. Вот есть юристы, специально занимающиеся вопросами патентования, да, вот лучше этот вопрос адресовать этим юристам. Хорошо, еще один вопрос, пожалуйста. Да, вот я не знаю, там Матвеев уехал, то есть надо просто с Димой поговорить, он даст ответ на этот вопрос. Спасибо большое. Иван Веденин, коротоплатформа Толокобай. Спасибо, причислили к экосистеме нас. У меня такой вопрос. Я слышу удивительное единодушие, что надо менять, надо менять законодательство ни одной оппозиционной точки зрения, а, собственно, ну, кто те люди, которые мешают, которые блокируют, кто те контрзаинтересованные акторы, которые, ну, против того, чтобы мы развивались, против того, чтобы у нас было совершенное законодательство. И если они есть, если они есть, почему бы их, как бы, не послушать их, потому что мне, как человеку, ну, со стороны, который пытается разобраться, почему мы не, ну, не движемся вперед, мне непонятно. Ну, вот, как бы, давайте, ну, давайте их тоже сажать, вот, как бы, за круглый стол и слушать их аргументы, потому что, ну, если не сталкиваются в публичном пространстве аргументы за и против, то о чем мы тогда говорим? Ну, мы просто друг для друга рассказываем, что как все должно быть. Абсолютно верно, хороший комментарий. Вот я хотела сказать, да, одну секундочку, я бы хотела сказать о том, что наше намерение как раз и заключается в том, чтобы мы с разных сторон обсуждали возможности, разные возможности. Сейчас эту ситуацию может прокомментировать наши спикеры, потому что они, как бы, имеют отношение к этому процессу. И также от всех участников дискуссии мы хотели бы вот этой открытости для того, чтобы вы предложили и спикеров своих, и тематики дальнейшие для обсуждения. То есть это наша открытая площадка, и, в общем-то, все ваши такого рода конструктивные предложения приветствуются. Вы хотели что-то прокомментировать по этому поводу, пожалуйста. На самом деле вопрос очень простой. То есть есть часть госструктур, которые отвечают за выполнение своей части, ну, своих функциональных обязанностей в этом государстве. На самом деле правоохранительные такие, ну, жесткие, не потому что они такие, ну, как бы, злобные, а потому что просто у них, им нужно искать и выяснять, кто является преступником. И поэтому почему тормозится исполнение? Ну, просто если вы возвращаете там ограничение ответственности, чрезмерную свободу договора, да, да, то есть, как бы, очень запросто перегнуть палку и, ну, то есть, они ничего не смогут доказать. Ну, вот договорились, вот вывели финансы, да? Я правильно воспринимаю, что мы возвращаемся к комментарию, который нам сказал Артем о том, что если что-то реформировать в законодательной сфере, особенно по такому вот интенсивному вопросу, как венчурное инвестирование, важно соблюдать, чтобы все государственные институты и органы работали синхронно в этом направлении. Они не будут работать синхронно. Важно создавать площадки и на этих площадках вести достаточно открытые обсуждения. На самом деле, когда вам удастся сюда пригласить, ну, я не очень верю в это, но представителей Минфина, представителей там реформированных органов, и они выскажут, как они видят эту ситуацию, и вы сможете с ними открыто подискутировать, я не знаю, когда это возможно, да, то есть, как бы, ну, если это будет возможность, будет достижение, на самом деле. Для этого не обязательно их сюда приглашать. Есть специально созданная, как уже было сказано, там и рабочая группа, и консультативный совет по иностранным инвестициям. Одну секундочку, одну секундочку. Поэтому любой, пожалуйста, звоните, приходите, участвуйте в работе, давайте свои предложения. Я гарантирую, что если это консультативный совет по иностранным инвестициям, то каждое предложение найдет свою реакцию, да, то есть, вам обязательно ответят, принимается, не принимается, будут работать над этим, не будут работать. Для этого этот институт и создан, да. Если, пожалуйста, давайте, мы не будем друг друга перебивать, у нас будет возможность для того, чтобы мы обсудили это в неформальной обстановке. Министра нет, которая, кстати, не распущена по созданию венчурной инвестиции. Не, ну, может быть, я за нее не отвечаю, я, как бы, отвечаю за консультативный сайт по иностранным инвестициям. Там тоже в рамках рабочей группы, которая действует при Министерстве экономики, пожалуйста, можно и венчурные вопросы обсуждать, кто запрещает. Никто. Я прошу прощения, есть ли еще, Каме? Давайте дадим возможность высказаться все-таки Наталье, не будем ее перебивать. Это по-джентльменски, как минимум, да. Есть ли еще у вас что-то добавить? Я все сказала, я говорю, что если есть желание, то возможности всегда есть, вопросы какие-то. Денис, может, есть что-то добавить? Да, конечно, у нас будет еще до того, как мы закончим, мы сделаем определенные выводы. Сергей, последний короткий комментарий. У меня очень короткий комментарий, реплика, чтобы мы на позитивной ноте расстались. Площадки, это замечательно, что это первый момент, это А, для обсуждения всех и всего. Б, это создание четкой группы лоббирования от IT-сектора. И, возможно, я очень надеюсь, что в рамках вот этой программы, она возникнет. Потому что одно дело обсуждать, а второе, по моему кейсу, в прошлом году мне удалось в постановление Совмин внести свой вопрос. Я знаю, как это делать. Это нужно ходить, четко иметь технологию, иметь хорошую поддержку и так далее. Это GR, Government Relations. Спасибо. Спасибо огромное за такой ценный комментарий. Я бы хотела сказать о том, что особенностью этой дискуссии является то, что мы каким-то последним выводом, определенным мнением, словом, в общем-то, пытаемся и строить эту венчурную экосистему. И сегодня, перед тем, как мы закончим, я бы хотела спикеров высказать вот свое основное мнение, главный вывод после сегодняшней дискуссии. Мы это отдельно представим на сайте beventure.by, на сайте этого проекта. В будущем здесь, в Имагуру, мы бы хотели визуальную конструкцию построить, и чтобы мы по кирпичикам, в общем-то, строили венчурную экосистему. И это было таким символом нашей совместной работы. Следующая встреча, она состоится через месяц, в феврале. Мы очень в скором времени пригласим вас и проанонсируем спикеров и тему, и будем рады видеть вас. И позвольте я, наверное, учитывая, что Артем уже не с нами, но мы внимательно его слушали, и я попытаюсь высказать его основную мысль в его докладе. Обязательно с ним еще проверим это. Артем, мне кажется, его основная мысль или вывод был в том, что очень важно при реформировании законодательства обеспечить работу государственных институтов и органов синхронно. В общем-то, чтобы изменения законодательства эффективно работали. Я попрошу сейчас Наталью и Дениса высказать свою последнюю реприку, вывод после сегодняшней дискуссии. Самое основное, и повторюсь. Самое основное, хочется сказать, что основной ресурс, который у нас есть для развития венчурной среды, это наши человеческие ресурсы, наши интеллектуальные способности белорусов. У нас есть, да? Осталось только создать условия для того, чтобы это все развивалось. Поэтому я желаю нам всем удачи и побольше оптимизма. И не опускать руки. Спасибо большое. Денис? Я хотел бы сказать важным, наверное, самым важным, является диалог государства и предпринимательского сообщества в данном случае. Предпринимательского сообщества Беларуси и вовлечение международного предпринимательского сообщества в этот диалог для нерегулирования, для создания условий. Мы просто должны слышать друг друга и должны быть площадки реальные, на которых действительно может происходить обмен мнениями, учет этих мнений и выкристаллизовывание какой-то системы ненавязчивой поддержки для того, чтобы экс-система развивалась. Ненавязчивая поддержка я имею в виду в плане юридического апгрейда, дополнения институтов, которых нет. То есть первоочередное – это эффективный диалог между... Первоочередное – это эффективный диалог, и я думаю, что мы не должны замыкаться даже на внутренней экосистеме. Мы должны поддерживать этот диалог с участием крупных игроков из уже развитых экосистем. Вот я посмотрел, кстати, вот эту программу 2016, там есть интересная задача – привлечение на территорию Республики Беларусь компаний с миллиардной и более капитализацией. Программа 2016 называется. Программа социально-экономического развития Республики Беларусь 16-20 до 2020 года. Вот там очень интересный таргет, да, то есть привлечение компаний с миллиардной капитализацией иностранных на территорию Республики Беларусь. Классно, что есть такая задача. Так вот, в рамках этой задачи я уже вижу, что должен быть диалог с иностранными игроками, иностранных экосистем. Почему они там, да, почему они в Ирландии, Google, Apple и так далее, да, почему они не здесь, чтобы они хотели видеть, что они порекомендуют и при каких условиях им у нас будет комфортно. Вот этот диалог, он и родит необходимую правовую базу, не регулирование, а подушку. Хорошо, спасибо огромное, спасибо участникам дискуссии.